Перспективы создания агропарков в Чувашской Республике уже не просто идея, а ждет своего реального воплощения. Сегодня в Чувашии активно обсуждаются различные инициативы, изучаются опыт других регионов, чтобы избежать возможных ошибок. При этом, как сегодня озвучили на семинаре совещания с главами администрации муниципалитетов, есть территории практически полностью готовые принять такие новообразования. В чем их особенность, чем агропарк отличается от технопарка и когда по нему уже можно будет прогуляться и вообще стоит ли это делать? Представители всех районов за круглым столом пытаются договориться, чтобы идея не стала краеугольным камнем. В проработке вопроса есть явные районы-лидеры. Чебоксарский, Батыревский, Вурнарский, Цивильский, Яльчевский в программах участвуют эффективно. Мы сейчас хотим создать агропарк. Вот те продукции, которые мы выращиваем в личных пособных хозяйствах, будем перерабатывать, довести до сегодняшних требований и дальше реализовать. Это будет очень хорошим, как сказать, символом для наших сельчан. Развитие села означает повышение уровня жизни людей. Абсолютный приоритет. И тут, как в классической загадке от топ-менеджеров крупных компаний, про дрель. Если человек спрашивает о стоимости сверла, так вот ему нужно рассказать не про дыру в стене, а про то, как красиво будет смотреться вещащая на стене картина. То есть агропарк – это площадки для инноваций и развития бизнеса. Не ради бизнеса, а общего благосостояния. Мы создаем для всех одинаковые условия. На территориях, у себя в районах провести работу с предпринимателями, с руководителями сельхозпредприятий. Более ближе с ними повзаимодействовали, чтобы понять, что им мешает также развиваться. Сегодня все программы только по линии Министерства сельскохозяйства, более 51 направление поддержки, государственной поддержки. То есть условия созданы для всех. При этом программы поддержки не должны затеряться в бюрократических процедурах и превратиться в бесконечную череду согласований. Проекты должны запускаться в районах, пусть и не одновременно, но, как говорят специалисты, с уверенным поступательным коэффициентом. Когда составляли комплексную программу развития Чувашской республики по поручению главы, очень много районов понавключали инвестиционно разные проекты. Якобы они будут их реализовывать на несколько миллиардов рублей и так далее. И мы видим сегодня из них процентов, чуть больше даже половины не реализовываются. Конечно, такого быть не должно. Понятно, причин много. У участников сессии есть некоторые опасения, особенно после изучения опыта других, в том числе аграрных регионов, что прежде всего частный бизнес как раз будет искать причины, чтобы объяснить неудачи и проволочки, а не принимать оперативные решения для выхода из сложных ситуаций и все активнее брать на себя социальную нагрузку. Однако программы поддержки социально ориентированного бизнеса в приоритете государства. И именно они помогут избежать таких проблем.